Приветствую вас. Начать, пожалуй, стоит того, чтобы немножко разобраться с тем, что с вами произошло, ибо вы написали довольно неразборшую некоторую часть своего сообщения. Значит, смотрите, вы говорите, что вас сбросила жена и ушла с ребенком. Значит, в одиннадцатом году продает квартиру и набирает меня на юг. То есть она от вас ушла или нет? Вот эти моменты как-то не очень, на мой взгляд, ясны здесь. Если она вас ушла, то зачем тогда, значит, она вас забрала к себе? Если она не уходила от вас, то почему вы тогда чувствуете себя ни к чему человеком? Ведь вы нужны жене и нужны ребенку. То есть как-то вот не очень это понятно. Ну да, у вас нет друзей, и только потому что у вас нет друзей, вы себя считаете несчастным человеком. Но друзей можно найти по интересам, по увлечениям. И постарайтесь подумать о том, какие у вас могут быть интересы, какие у вас могут быть увлечения, какие у вас могут быть склонности, какие у вас могут быть хорби. Подумайте, чем бы вы могли заниматься, исходя из вашего положения, исходя из вашего состояния и так далее. Вот. То есть подумайте обо всем этом на самом деле. Подумайте и попробуйте определиться с этим. Для начала, для начала, я думаю, что было бы неплохо, если бы вы определили свои ценности сперва. То есть, какие у вас основные ценности в жизни вообще. Далее подумайте, как бы вы могли эти ценности воплотить самостоятельно в жизнь. А после, исходя из этого, подберите форму, наиболее приемлемую для вас в контексте данной ситуации. То есть, что бы вы могли сделать, исходя из своего состояния на данный момент. Просто подумайте, что бы вы могли сделать сейчас, на данный момент, исходя из вашего состояния, исходя из ваших возможностей. Вот попытайтесь это для себя понять. Попытайтесь это для себя определить. И вот так у вас появятся цели, которые вы можете воплотить в жизнь. А появятся цели, и появятся люди, которыми вы столкнетесь, ну, в любом случае, столкнетесь в ходе своей деятельности. Ибо по-другому у вас просто не получится. Значит, я бы также хотел, чтобы вы определили для себя, вы говорите, я не знаю, что делать, как поступить. Что делать, как поступить, в чем. Что именно вы в себе не принимаете. Перешили ли вы травму психологически? Перешили ли вы травму, которая с вами случилась? Могли ли вы это сделать? Адекватно, правильно. Если нет, то помощь в принятии себя и вашего состояния вам могут оказать специалисты, хотя бы на наших ресурсах. Вы можете обратиться к нам, выбрав эксперта, и поработать с нами. Вот. И обязательно помните о том, что, ну, вот как вытекает от вашего сообщения, что ваша жена и ребенок, они с вами, вы им нужны, и хотя бы поэтому вы востребованный человек. У кого-то нет и этого. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!